всем привет ребятки рад вас приветствовать у себя на канале urban scout огромное спасибо что смотрите меня подписывайтесь пишите комментарии ставить лайки мне все очень приятно все ценю все смотрю сегодня я хочу вам рассказать о том как urban scout тактическую медицину покорял короче было супер интересное мероприятие у нас в ростове-на-дону 17 18 сентября которое я посетил мероприятие было посвящено обучению тактической медицины проводил курс роман попков вот тут вот он все его соцсети также я укажу что сразу меня подкупило почему я захотел поучаствовать на этом курсе то что это не просто какие-то там инструктора которые непонятно откуда взялись это достаточно медийные ребята они во многих прикольных штуках участвуют в нынешнем конфликте которые происходят у нас стране они тоже немного подвязаны бываю частными гостями на донбассе не суть в общем мне показалось что никто кроме них для для меня более авторитетного мнения не составит поэтому решил на курсе я все-таки поучаствовать у меня честный обзор мне за него не платил я делал обзор как участник начнем с того что сколько это стоит два дня курса стоит 15 тысяч рублей дорого-недорого решать вам как по мне это достаточно высокая цена и честно говорю идя туда я думал что типа неоправданно дорого что эти деньги не окупятся по итогу мое мнение поменялось но об этом я расскажу вам попозже это курс будет длиться два дня первый день начался примерно в 10 в 11 утра и закончился аж в три часа ночи был супер интенсивный день супер классный день было очень много всего интересного второй день длится тоже с 10 утра примерно и до 7 8 9 вечера там как повезет в конце второго дня он дадут сертификаты вот такие фоточка и вы будете уже так сказать обученным юнитом давайте начнем с того что вы как участник получаете вы приезжаете для начала это хорошая территория это специально выделенные классы там вы не просто будете где-то сидеть до в какой-то комарке будет проектор будет вода еда будут сами по себе вещи с которыми вас научат работать это турникеты это разные бинты на запрингиальные трубки и так далее вам все дадут все расскажут все покажут вы всем попользуйтесь оборудование также предоставляется также будет полигон на котором вы будете отрабатывать всю эту движуху у вас будут там средства для эвакуации необходимые там стропы носилки и так далее в общем вас оборудуют всем 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 кроме того что вам нужно подходящую одежду с собой иметь желательно даже сменную что я имею ввиду под словом подходящая одежда недостаточно просто прийти в чем-то крутом нужно прийти в чем-то неубиваемом и что не жалко я совершил ошибку я пошел в новой куртке в первый же день неплохо и и загомачил фоточка тут ну как бы ничего страшного куртка все выдержала отстиралась никаких проблем нет мой первый совет берите с собой крепкую неубиваемую одежду которую будет не жалко полный комплект одежды вплоть до трусов обувь носки и штаны и трусы майка куртка там флиска soft shell неважно полный комплект вам скорее всего придется его заменить это первое о чем многие почему-то не знали второе это ваше снаряжение возьмите телефон возьмите зарядку powerbank скорее всего зарядки вам не хватит возьмите хороший фонарик у меня хороших фонариков куча все об этом знают но что я увидел уже в первый же день это то что у всех у ладно не у всех у 80 70 процентов людей либо фонаря нет вообще либо фонарь полное там какой-то дешевый китаец за 130 рублей на 3 пальчиковых мизинчиков батарейках с фиговым креплением он не держится он разваливается он не горит в общем через пять минут ночных практических занятий 80 процентов людей не было света кто-то чем-то делился я светил большой лампой всем чтобы как-то помочь подумайте о хорошем фонаре желательно даже двух чтобы один был запасной потому что первый может выйти из строя все такое потому что если ночью у вас нету света ваше кпд очень сильно падает третье это еда вода разумеется там было где покушать там много чем угощали там была столовая возьмите еды про запас хорошей еды чтобы когда вы выбьетесь будете без сил будете себя плохо чувствовать а вы будете себя временами плохо чувствовать чтобы хорошо перекусить никакие там странные пепси там или чипсы возьмите теплый горячий чай с лимоном там с мятой соберем чтобы поднять боевой дух чтобы согреться чтобы повысить иммунную систему возьмите хорошие бутербродики возьмите нам картошечку пюрешечку котлеточки возьмите еды столько чтобы вам хватило на два дня у вас будет немного времени чтобы поесть но когда это время будет расходуйте его с умом и кушайте как можно больше этого три пункта которые бы я хотел проговорить по которым как мне показалось многих людей на курсе были просадки теперь насчет впечатления о тех людях которые туда приходят это классное мероприятие я вам советую его посетить как минимум даже потому что вы встретитесь с единомышленниками там будут ребята из тактикульной и тематике там будут еди сишники там будет всякие любители походов выживания скалолазания и всего прочего я построчался с многими ребятами в теме едиси всем привет кто меня узнал ребята которые занимаются стрельбой там тактической практической вот этом всем в общем там было по-настоящему много интересных людей с которыми я познакомился познакомился и рад что с ними теперь знаком были как и девушки так и мужчины причем плюс-минус пропорциональном соотношении примерно было 8 девушек 10 мужчин все супер открытые там никакого стеба ни над кем нет все понимают что мы сюда пришли учиться никто вас ни за что осуждать не будет вы можете вести себя там от абсолютно открыто добро тепло ко всем ровно также все будут себя вести по отношению к вам что здорово вы чувствуете коллектив хорошем коллективе всегда легче обучаться вам всегда подскажут всегда расскажут всегда помогут никогда вас не бросят в общем у меня остались хорошие теплые приятные воспоминания об этом коллективе ребята все кто меня узнал всем привет был рад с вами позаниматься второе когда вы туда придете у меня по крайней мере первое время складывается ощущение как будто где-то я это уже слышал и первые пару часов курса проводятся достаточно так медленно немного скучно вы сидите в зале что-то пишите какие-то слайды еще никто никого не знает может быть какие-то кривые взгляды первые пару часов я ловился на мысли то что да я же все это знаю зачем мне это писать ну всем взрослые дяди никто писать не любит описать придется в итоге там через три-четыре часа вы уже выбираетесь на полигон и тут все твои сомнения резко начинают развеиваться потому что все что ты знал но никогда не пробовал на самом деле ты не знал это ты об этом где-то отдаленно слышал потому что не бывает опыта без практики мало знать как эвакуировать человека или пользоваться турникетом или да там вы турникетом пять раз накладывали это не опыт этого недостаточно но когда вы попадете со своей группой на полигон и начнется практика и начнутся жесткие условия вот тогда-то опыт и начнет набираться хотел бы сказать отдельное спасибо всем инструкторам за то что как для дурачков все показывают по 10 20 30 300 раз рассказываю там мельчайших таких нюансов которых никто не скажет там покажут все фишечки все нюансы я многое знал но даже мне очень многое рассказали чего я не знал и что мне пригодится я видел кучу видео мне по образованию есть определенная подготовка спасения людей и так далее я читал много книг про медицину про эвакуацию про спасение утопающий смотрел определенные видео но на курсе я получил огромную базу знаний новых о которых я не знала самое главное я получил опыт на практике которого как я в итоге понял мне не хватало я в своей группе не был в аутсайдерах не был в лидерах был где-то средничком поначалу но то что мне показали рассказали мне действительно пригодилась это крутые навыки я рад что я их получил в общем то второй день вы проводите половина практика половина теория и ночью начинаются крутые испытания голодные игры будет ночная фаза она будет достаточно длинная длится там типа от пяти до восьми часов по-разному все зависит от того как быстро вы или медленно все будете делать там будет все и охи и ахи и синяки и падения и запланированные не запланированные будут дымы будут стрельба будет петарды будет имитация врага будет имитация всяких вещей через которые придется перелазить или допустим снимать пострадавшего с какой-то высоты будет все вы все попробуйте все потрогаете будет классно инструктора не сводятся на сглаз никому не дадут никаких послаблений у меня было где-то такое местами ощущение то что поскольку я как бы блогера я все снимают меня спрос будет меньше нет спроса меньше с меня не было иногда даже намного больше потому что я блогер мне нужно показать контент и под конец меня засунули прям самое пекло можно выразиться наверно так но я рад я благодарен мне все супер понравилось как я уже говорил второй день будет проходить половина дня будет также теоретическая и потом будут экзамены экзамены будут по теоретической части экзамен будет по турникету там скорость наложения рука нога правая левая и потом будет экзамен последний где у вас будет имитация какого-то боевого события из которого вам придется эвакуировать раненых оказывать первую помощь вот она была днем у меня она была когда уже светились ведь когда уже был вечер когда стало достаточно темно с фаерами с дымами с петардами короче все как вы любите в общем экшена будет куча я бы знаете даже сказал может быть это будет немного неправильно звучать но если вам не сильно интересна тактическая медицина но вы любите какой-то экшен стоит съездить ради этого экшена и квестов будет достаточно поползаете потаскаете я думаю не было ни одного человека который ушел бы оттуда без синяков лучшем случае ссадины синяки болящие ноги руки это выматывает это действительно тренинг это действительно интенсив вы устанете но любители активного отдыха я думаю меня поймут усталость это приятное и многим даже в кайф подытожим два дня за два дня вас вымотают по полной программе вы получите кучу опыта вы запишите кучу информации вам дадут кучу приколюх там всякие карточки по заполнению объяснять как этим пользоваться и так далее в общем вас загрузят от и до и что еще хотелось бы сказать под конец курса я столкнулся с тем что один из участников задавал вопросы типа вот столько всего рассказали там огромную перечень гемостатиков где все взять где их пользоваться типа и с первого раза тяжело все запомнить где собрать такую огромную аптечку отвечаю вам нигде выходя с этого курса вы не станете рэмбо вы не станете специалистами мирового класса вы не получите огромную аптечку за 200 тысяч рублей вы получите базу начальные навыки выполнить вы поймете вектор направления вас обучат пользоваться медикаментами и подручными средствами турникетами бандажами там тампанадой и всем остальным вам дадутся попробовать своими руками потому что если вы купите к примеру себе гемостатик там тот же самый целокс да и не будете уметь его тампанировать от него просто не будет толку в 90 процентах случаях вы сможете воспользоваться неправильно целокс или там quick lock достаточно дорогой покупаете себе медикамент за три куска чтобы на нем просто потренироваться смысла разумеется не имеет на курсе же будет симуляция будет кровь будет артерия будет там манекен видосик тут вы все пощупаете все поймете вы получите мышечную память вы получите представление то бишь курс дает вам практические и теоретические знания которые вы можете в дальнейшем развивать если что-то из курса вам стало непонятно какие-то там моменты у вас все записано у вас есть методички вас никто не держит вы можете дальше изучать эту тему с гуглить youtube читать литературу и развиваться выше то бишь курс практической медицины он дает начальный основной уровень которого хватит для того чтобы закрыть основные потребности эвакуировать пострадавшего оказать первую помощь не дать человеку умереть нужно понимать что этот курс он применим к тактике к военным действиям если там вы окажете такую помощь пешеходу вам могут быть на гражданке имеют укла могут быть определенные претензии вы можете даже понести наказание определенные поэтому все что там было относится к тем случаем когда вопрос стоит жизни и смерти скорее всего это какие-то боевые действия или конфликты подытожим понравилось ли мне конечно понравилось стоит ли туда сходить конечно стоит туда сходить я даже может быть второй раз пойду если приглашат там теперь делают скидку участникам кто был там второй третий раз если будет возможность обязательно схожу и вам тоже советую там побывать подытожим что дало это именно мне чего я не знал много всяких фишек нюансов касаемых турникетов касаемо целокса гели кровоостанавливающих наконец-таки попробовал эту на зафарингеальную трубочку как она вставляется и все такое было очень интересно это просто неописуемая практика через которую все обязательно должны пройти ну и наконец-таки я все попробовал своими руками я получил опыт я попрактиковался и теперь я действительно могу сказать что мне есть опыт в тактической медицине не знание не навыки которые никогда не применяла навряд ли применю именно опыт и опыт дал мне понятия многих нюансов картины происходящего как надо эвакуировать чего нужно начинать что действительно имеет значение что значение не имеет и сейчас я понимаю что большинство тех видосов про тактику и тактическую медицину которые я посмотрел многие из них были пустословными не все но многие из них потому что пока вы все не потрогаете ручками не поймете все это дело на практике тяжело проверить чьи-то слова пока сам это все на практике не попробуешь в общем курсом я доволен курс я обязательно всем советую рекомендую научитесь оказывать медицинскую помощь а не причинять ее проведите классно время познакомьтесь с людьми покажите себя посмотрите на остальных проверьте свое снаряжение проверьте себя на выносливость но это правда это круто разгружает мозг это классного помогает это действительно хорошие активные выходные я этим мероприятием более чем доволен как уже наверное много раз говорил всем его советую так что все ссылочки будут в описании курсы проводятся в разных городах концовка фееричная обязательно приходите может быть как-нибудь с вами там и встретимся помимо этого ребята еще проводят курс который называется выжить любой ценой это тоже тренинги интенсивы по выживанию там в дикой местности и все такое ссылочки тоже будут в описании я надеюсь что в этом ну или край в следующем году я на него попаду а вы были на канале urban scout огромное спасибо вам за просмотр ставьте лайки пишите комментарии всем любви добра и пока пока